Когда вы покупаете большие наушники, вы должны сделать принципиальный выбор, который повлияет на то, что именно вы будете слышать. Я говорю о том, что вам предстоит решить, проводные или беспроводные вам нужны. Окей, а теперь решите, закрытые или открытые. Думали все? Но оказывается, что когда вы погружаетесь в бездну аудиофильских наушников, обнаруживается, что квест не пройден. Нужно выбирать дальше. Есть динамические, а есть магнитопланарные. Этот выбор становится похож на испытание. Такое ощущение, что ты сейчас выберешь неправильный ответ, и все, ты пропал. А может ты сразу пошел по неверному пути? Я попробовал найти ответы на все это, взяв максимально близкие и в то же время принципиально разные наушники. Это наушники Hi-Fi Man, американо-китайской марки, которая стала успешной благодаря своему тесному сотрудничеству с HeadFi сообществом. Кстати, эти наушники я взял в магазине Patephone. Там вы найдете как наушники Hi-Fi Man, так и множество наушников других марок и всевозможных типов, кстати. Ссылка в описании. Hi-Fi Man известны тем, что предлагают достаточно недорогие аудиофильские магнитопланарные наушники. Правда, теперь у них есть и страшно дорогие, но мы сегодня не об этом. Но вообще, конечно, я считаю, что Hi-Fi Man это символ именно хороших, доступных в первую очередь наушников. Самые дорогие Hi-Fi Man я лично не слушал, но не сомневаюсь, что они великолепные. Но это странно покупать такие. Знаете, допустим, Рено делает дорогой спорткар. Он красивый и наверняка круто едет, но у моей пожилой соседки Рено, она за луком и туалетной бумагой на ней ездит. Ну ладно, у меня здесь две принципиально разные модели. Закрытые HER9 и открытые DEVA PRO. Они близки по цене, 35 и 27 тысяч рублей, несут в себе общие детали конструкции и по многим параметрам они схожи. Но принципиально отличаются не только акустическим оформлением, но и драйверами. HER9 закрытые наушники с динамическими драйверами. Это максимально ортодоксальная и привычная для наушников конструкция. Там внутри динамик максимально похожий по конструкции на те, что стоят в колонках. Купольная диафрагма, звуковая катушка и магнит сзади. Правда, диафрагма очень тонкая. Здесь она называется Topology Diaphragm. Она имеет особое покрытие наночастицами, которое помогает создать нужный характер звучания. Плюс здесь хороший редкоземельный магнит, позволяющий наушникам иметь высокую чувствительность. Здесь она достигает 100 дБ. DEVA PRO. Открытые магнитопланарные наушники. У них в качестве драйвера установлена тончайшая мембрана с нанесенными на нее такопроводящими дорожками. А с двух сторон от нее находятся массивы акустически прозрачных магнитов. Они имеют такую форму и так расположены, что звуковые волны, создающиеся колеблющейся мембраной, проходят между ними без интерференции. Эти наушники тоже не являются тяжелой нагрузкой. Их импеданс 18 Ом и чувствительность 93,5 дБ. Как правило, магнитопланарные наушники отличаются низким уровнем искажений, широкой сценой и великолепной детализацией. Но им требуется вот такое вот открытое оформление, когда внешняя сторона по сути прикрыта лишь защитной решеткой, нужной лишь для того, чтобы вы случайно не повредили тончайшую мембрану. Поэтому, когда вы слушаете такие наушники, то звук они распространяют в обе стороны, к вам и от вас. Это самым положительным образом влияет на ширину сцены, звук достаточно свободно рисуется. Однако, те, кто с вами находится в одном помещении, тоже будут негромко слышать то, что вы слушаете. А вы будете слушать весь внешний шум. Открытые наушники совершенно не изолируют вас от внешнего мира. Закрытые наушники, напротив, максимально изолируют вас от внешнего мира, и никто извне не слышит вашу музыку. Но при этом у них будет больше этот эффект звучания внутри вашей головы. Вот такая принципиальная разница. Что касается наших наушников, то у них одинаковая конструкция оголовья, оно обтянуто хорошей искусственной кожей, а внутри материал с эффектом памяти. И простая гнутая металлическая деталь держит чаши, очень крепкая. Интересно, что у закрытых наушников вращение по вертикальной оси имеет два положения, а у открытых в этом месте ход абсолютно свободный. Настройка по высоте дискретная, с довольно тугим ходом. У закрытых, конечно, очень красивые чаши, сильно напоминающие своим дизайном одни легендарные наушники Sony. Правда, там они были сделаны из редкого и дорогого дерева, а здесь из недорогого поликарбоната или чего-то похожего. Но выглядит классно, конечно. Открытые Deva Pro тоже имеют пластиковые корпуса, а решетка алюминиевая. Амбушюры из синтетических материалов, к лицу прилегает приятная дышащая ткань, но, к сожалению, наполнитель здесь без эффекта памяти. И те, и другие наушники очень легкие, 328 грамм и 360 грамм. На голове сидят очень неплохо, не докучают в долгих сессиях, я в них спокойно могу сидеть по 3-4 часа. Но амбушюры с эффектом памяти им бы точно не помешали. Эти амбушюры ты чувствуешь все время, потому что они не адаптируются к форме головы, в отличие от оголовья. Кабели у наушников съемные. В комплекте идут вот такие черные, совершенно недорогие кабели, очень простые. У них позолоченные 3,5-мм мини-джейки на конце наушников и на конце усилителя. И переходник на 6,3 мм идет в комплекте. Кабели эти реально не производят впечатления, и я бы их с удовольствием заменил на что-то более аудиофильское. Эти наушники действительно того стоят. И кстати, хотя этим комплектным кабелем вам нужно подключаться к обеим чашкам, но фактически конструкция наушников позволяет подключаться только к одной левой чашке специальным кабелем с 4-контактным TRRS джеком. Поэтому, если меняете комплектные кабели, заказывайте такой, и у вас от наушников будет идти лишь один кабель, а не два. И еще одна крутая штука, которой можно оснастить эти наушники. Опциональный модуль, который делает их беспроводными. И он достаточно интересный сам по себе. Он позволяет наушникам соединяться по Bluetooth 5.0 и поддерживает не только AAC, SBC, A5X, A5X HD, но и сониевский LDAC. Внутри там ЦАП под названием Himalaya на резистивной матрице собственной разработки. Эта штука заряжается по USB-C, подключается к левой чашке и утяжеляет ее всего на 25 грамм. На одной зарядке модуль способен проработать 6-7 часов, что довольно неплохо. Модуль ограничивает диапазон наушников до 20-20 тысяч герц и имеет довольно впечатляющее отношение сигнал шум в 114 дБ. Ходить в наушниках с этим модулем такой домашний киберпанк, мне понравилось. Слушать солнечный калифорнийский синтвейв от Стивена Ромеро, выступающего под псевдонимом Lucy in Disguise, самое то. С точки зрения качества звука с модулем, все действительно очень хорошо. Он позволяет тем и другим наушникам раскрываться близко к максимуму, но должен сказать, что при проводном соединении с хорошим усилителем вы все равно получаете больше качества. Но в целом звук модуля мне понравился. Он дает такое сочное, насыщенное и динамичное звучание на этой музыке в паре с iPhone. Но, как всегда, есть пара проблем. Первое. Модуль не умеет переключать треки, его единственной кнопкой вы можете только начинать и останавливать воспроизведение, и не может менять громкость. Все это вы должны будете делать на стороне источника. И второе. Никогда не включайте этот модуль, когда наушники на голове. Он очень громко сообщает о включении. В общем, довольно прикольно все это, но при кабельном подключении, конечно, вы получаете больше качества. Итак, в чем разница между звучанием открытых магнитопланарных наушников и закрытых динамических? Во-первых, как я уже говорил, открытые наушники звучат свободнее. Если вы слушаете современный блюз-рок, то послушайте последние синглы канадской банды The Blue Stones. В их музыке удачно сочетаются разные нойзовые фактуры, создающие много шума в бодром темпе. Там сочные панчевые ударные и вокал Тара Каджафара с реверберацией. Довольно гремучая смесь, многим наушникам на ней приходится не сладко. И вот закрытые HER9 настроены под такое просто великолепно. Их динамические драйверы доставляют вам много теплого, плотного, сочного баса с увесистым панчем, от которого ты все время покачиваешь головой. Тем более, что закрытое оформление способствует тому, чтобы музыка звучала максимально близко. И при этом у наушников середина диапазона тоже достаточно открыто подается. Гитара и вокал всегда в авангарде, они никогда не задавлены этими сочными низами. Высокие частоты подаются довольно аккуратно, не лезут вперед, не выкалывают уши. Все довольно безопасно в этом отношении. При переходе на планарные Devo Pro происходит следующее. Сцена становится свободнее, звук становится ровнее. Здесь уже нет такого насыщенного баса, все сдержаннее, спокойнее. Если HER9 тебя провоцировали все время, то вот эти нет. В них ты само спокойствие. Они определенно детальнее, вы больше всего в них слышите, но звук менее рельефный в сравнении. На этих наушниках такая дикая музыка мне понравилась меньше. Зато если любите что-то около джазовое, то думаю, что магниты планары вам понравятся больше. В этот раз я порекомендую погрузиться в абстракции Маркеса Хилла, американского джазового трубача из Чикаго. Его великолепный живой многогранный альбом будто создан, чтобы раскрыть способности Devo Pro. Эти наушники создают вокруг вас быстрый, ясный, кристально чистый саунд, в котором ты слышишь вообще все. Прямо такая мониторная подача, но не агрессивная. Этот звук не утомляет совершенно. Единственное, что я бы хотел в этом звуке, то чуть более сочных низких частот. Уж слишком деликатно они подаются, на мой вкус. Им не хватает немножко веса. И если снова перейти на закрытые динамические R9, то тут да, ты получаешь желанный вес и объем на низах, звук становится теплее. Но эти наушники норовят рисовать эту музыку крупными мазками. Она становится такой теплой, более рельефной, но теряет разрешение и звучит несколько грузно. Поэтому здесь мой выбор планары. Но вообще думаю, что многие со мной могут не согласиться и предпочтут именно такую подачу. Я пользуюсь этими наушниками больше месяца и все время меня не покидает вопрос, какие из них я бы оставил себе, если бы мне предстоял такой выбор. Знаете что? Это действительно довольно сложный вопрос для меня. Потому что в плане юзабилити наушники идут близко. Ну, разве что планарные, чуть менее практичные из-за открытого оформления. Но в целом Hi-Fi MEN мне понравились. Хорошие, честные наушники за свои деньги. Они, конечно, лишены какого-либо лакшери. Все достаточно просто в их отделке, да, и в комплекте с ними ничего нет практически. Никаких вам сумочек, чехлов, дополнительных кабелей или чего бы то ни было. Но, с другой стороны, вам не нужно переплачивать за вот это вот, да, за имиджевость, за какие-то ненужные аксессуары. Вы платите только за инжиниринг и за звук. Это хорошо. Я слушаю разную музыку, и мне хотелось бы иметь выбор. Думаю, поэтому люди и обрастают коллекциями наушников разных сортов. И в этом случае я так и не смог принять для себя какое-то решение. Я честно не знаю, какие для меня лучше. Я определенно взял бы вот этот беспроводной модуль, а к нему оставил бы обе пары. Почему нет? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!